Всем привет! С вами ваша любимая рубрика «Большая дорога с мэром» или просто БДСМ. И сегодня будем гулять по Иваново с главой города Владимиром Шарыповым. Нам предстоит узнать судьбу старого вокзала, построенного в духе конструктивизма, а также выяснить, будут ли в Иваново сносить ларьки, как это сделали в свое время в Москве. В Москве они могут послать гундозер, а мы не можем, потому что у нас сразу кто-нибудь сядет. Еще мы заедем в опасные районы и поймем, насколько сильно мэр любит свой город. А ты что как с претензиями со мной разговариваешь? Я могу с тобой потом поговорить. Я вас не удивлю, если скажу, что чиновники обычно стараются уйти от ответов и всячески скрыть реальное положение дел. Именно поэтому я запланирую участие еще двух гостей. Сначала представлю вам Анну Кулик. Это специалист по прогнозированию поведения, который сможет заметить, если мэр что-то недоговорит или попытается сказать неправду. Другой гость Аркадий Гершман, уже знакомый вам урбанист и автор блога «Город для людей». Все, теперь надо в любой момент нажать на кнопку. Правила такие. Мэр нажимает на кнопку и компьютер, случайным образом выбирает два адреса в его городе. После этого мы отправляемся на прогулку от одной точки к другой. Условие одно – нельзя пользоваться автомобилем. Только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат, собачья упряжка. Никакой подготовки, никаких согласований маршрута, никакой показухи. Прогуляемся с главой Иванова от улицы Станко до улицы Шувандиной, район Сортировка. Закончил энергоуниверситет, потом работал в коммерческих предприятиях, было несколько бизнесов. И поступило предложение поступить на государственную службу. И я принял это предложение, потому что думаю, что это интересно будет для какого-то саморазвития, стажа. Мне всегда было интересно, что мотивирует, вот у тебя все хорошо, у тебя есть бизнес. Понимаешь? А здесь что мотивирует? Мотивирует именно возможность сделать что-то большое. И когда ты понимаешь, что без тебя за это никто не возьмется. Ну то есть это, в общем, самая историческая часть города. То есть вот справа от нас самые старые его улицы. Видно это по застройке, сохранившейся с конца 19 века. Из новых общественных пространств в Иваново, которые вам нравятся, которые вы считаете, что хорошо работают? Мы их только сейчас начали еще создавать. Скоро можно будет что-то показать? Ну в принципе сейчас уже можно что-то показать. По той же набережной можно потом будет отдельно пройтись. А с какими-то другими мэрами городов взаимодействуете? В плане обмена опыта? В плане золотого кольца того же самого. Вот есть там закрытый какой-нибудь чат в Телеграме, например, где сидят там все мэры. И вы там слушаете, а вот жители вообще замучили, что вы с ними делать? Нет, мы там это не обсуждаем. Мы обсуждаем вопросы, например, как снять вывез. У нас вот буквально еще полгода назад ни на одно здание нельзя было смотреть, потому что кровь текла из глаз. Действительно. Потому что кругом это реклама, продам, сдам, аренда, вот эти растяжки. Это просто был ужас. И как? Растяжек нет, билборды еще остались. Билборды остались. С вывесками плохо, так. По вывескам сейчас разрабатываем дизайн-код. То есть вы это все будете снимать, да? Ну все не все, а после разработки дизайн-кода, после его там согласования со всеми общественными организациями, понятно, что все вывески придется просто переделывать. Давайте про парковку. Про парковки. Ну парковки что, стараемся везде максимально карманы делать сейчас по проезжей части. Мое личное отношение к тому, что в центр города должны люди добираться на общественном транспорте. Поэтому рано или поздно мы подойдем к тому, что создадим платные парковки, как в Москве. Вот сейчас, как только там несколько предложений соберем, чтобы провести конкурс тот же самый, все равно количество транспорта растет. Город, центр его весь не переживет, поэтому надо будет вводить какие-то ограничения. Понятно, что автомобилисты будут недовольны, но тут ничего с этим, я думаю, что не сделаешь. Он немного противоречит то, что сначала мы создаем сейчас карманы, а потом мы будем убирать эти машины. То есть они сейчас делают работу, которую потом придется исправлять. И опять же мы слышим, что платные парковки, там несколько вариантов, видимо имеется в виду операторов систем. Но мы не слышим, как будет реформирован общественный транспорт, потому что Иваново он отвратительный. Мы не слышим, что будет с пешеходной инфраструктурой. Пришли на точку старта и отсюда мы идем... Красная Талка, район сортировка. Слушайте, откуда эти лавочки появились? Они же у вас по всему городу стоят одинаковые лавочки. Они стандартные, да, потому что их легче потом ремонтировать, если они одного стандарта. Вам они нравятся? Нет, мне они не нравятся, но я говорю, что если они мне не нравятся, это не значит, что я их могу сейчас поменять на те лавки, которые мне нравятся. Нет, я понимаю. Где-то там от 50 до 100 тысяч рублей эти лавки. Общественным транспортом сами пользуетесь? Да, в день, когда это... День без машин или еще чего-нибудь. Только один день в году. А что с выделенными полосами для общественного транспорта? Ну, приближаемся к этому. Планируется? Планируем, вот по Лежневской в частности, да, чтобы там как раз у нас есть, что сейчас весь транспорт уходит, а мы хотим, чтобы... А, ну они сейчас, в принципе, ходят, мы еще и для такси хотим сделать, ну, чтобы они прямо ходили. Ну, сокращаем маршрут, короче, следование. Вообще очень удобный ответ на любого рода комментарий и критику о том, что вот как раз сейчас планируем, вот как раз сейчас рассматриваем и так далее. И мы, кстати, видим с тобой, что из города в город в той или иной интерпретации, но каждый мэр использует такие речевые конструкции, что вот, ну вот мы к этому идем, вот мы как раз сейчас это будем делать и так далее. Ну, действительно, интересно было бы посмотреть через год, через два. А зачем деревья белят? Чтоб жук, наверное, не съел. Все деревья белят так. А что, где-то не белят? Ну, серьезно? Не, серьезно говорю. Но это не для красоты, их белят. То есть самая популярная версия, что это пошло после Второй мировой войны, когда вдоль дорог белили деревья, чтобы грузовики могли ездить без включенных фар и увидеть все ночью в свете луны. А потом, ну, как часто бывает, это перешло в армию. Армию проходил у нас каждый человек, возвращался в мирное русло, начинал по привычке белить там. И в то время вот образовалось такое вот научное, якобы, обоснование. На самом деле, ни одного нормативного акта, который бы говорил, что вот деревья надо белить, не существует. В Москве деревья не белят. И если мы придем в лес, то мы увидим, что как-то деревья выживают и без побелки. Это некрасиво, потому что дерево само по себе, ну, природа умеет делать красоту. И побелка, скорее, только портит и придает такой колхозный бюрократический вид дереву. И мне просто жалко города, где эти деревья побелены. У вас, кстати, было много жалоб на избирательное кронирование деревьев около рекламных билбордов? Ну, это фигня. И прямо сколько их было этих жалоб? Ну, пишут я же. Ну, брось, кронируем мы деревья по заявкам, то есть там изначально формируются там, причем тут рекламные билборды. Хорошо, а в масштабах России какие проекты в плане общественных пространств, парков, не знаю, вам нравится то, что делают? Парк Горького. А что-то в заряде мне, не знаю, не очень понравилось. Мне кажется, что этот парк, он мог быть не в самом центре Москвы, а где-нибудь на окраине. Там бы он очень органично смотрелся. А в мире, если мы в плане общественных пространств, следите вообще, что происходит? Последний был раз в Гонконге, там мне вообще ничего не понравилось. Вот. А за границу не ездил последние три года. У нас очень много памятников конструктивизма, вот вокзал один из них. Причем его несколько раз перестраивали и сделали действительно хуже. И сейчас мы будем как раз, ну, не перестраивая сам фасад, а просто меняя расположение окон, замена окон, нам даст уже более-менее вид, который он был изначально. По замыслу проектировщиков надо было делать транспортный хаб, то есть развязку. Вот это у нас межмуниципальные автобусы, то есть те, которые ходят по межгороду. Значит, стоянка маршрутных такси, соответственно, там, которые, ну, едут по городу. Разворотное кольцо троллейбуса, который, ну, это отдельная тема, потом поговорим. Площадь выглядит как плац какой-то, да, или как стоянка, ну, по сути. Да. А хочется, чтобы она выглядела, ну, как-то более нарядной. И вот, я думаю, деревья в катках посадить, еще что-то такое. Да, ну, самое ценное место на этой площади, да, вот при выходе из вокзала, когда мы выходим, там, с поезда. Отдали под парковку. Да, мы отдали под парковку, да, это как все равно, чтобы взять в квартире в гостиной и сделать паркинг. Парковка какая-то вот долгосрочная, что если люди просто вот бросают свои машины, она, и для нее отдали самое ценное место. В итоге здесь ни пройти, ни перейти, и ты выходишь, у тебя есть паркинг. Вот через год храм откроется, и то есть мы, видимо, тогда, когда принималось решение проектировщиками, то есть до меня, ну, видимо, думали, что тут вот будет какой-то сквер, который будет везти в храм. Да не будет, сквер не будет, тут само по себе место, оно неуютное, из-за того, что оно окружено дорогами, дымящими этими автобусами. Меня пугает, как он говорит, что транспортный хаб, то, что представление многих чиновников, это сразу подземные пешеходные переходы, паркинги, развязки. Типа, сейчас мы сделаем тут все в три уровня, и все наконец-то поедет. Хотя, на самом деле, все можно сделать малой кровью, просто правильно организовать пространство, разграничить все. Ну, вот пример, как было сделано у белорусского вокзала. Нет, на самом деле, я понимаю, нам просто с тобой сидеть тут на диване и рассуждать с точки зрения, там, что бы можно было сделать и так далее, тебе просто давать советы. Диванная аналитика. Диванный эксперт, ты прав, что он слушает, да, и даже он, если посмотрел и почитал, это классно, да, хорошо, когда они после вот таких легких встрясок, приезжающих кого-то извне, да, либо каких-то громких проектов с точки зрения московских регионов, Питер, Казани и так далее, они начинают как-то просыпаться. А, это вот старый вокзал. Равен селу Иваново, да, это старый вокзал, сейчас тут строительный магазин, ну, местный наш сет. Круто, старый вокзал хороший, осторожно, ноги не промочите. Ну, везде такая проблема с лужиной. Так, ну вот начинается. Да, начинается, начинается. Везде, везде такая проблема. Троллейбусы мы очень любим. Любите? Да. А почему подвижной состав такой старый? Подвижной состав старый, потому что он такой вот старый, такой есть. И потому что троллейбус еще год назад должен был быть закрыт. Но мы нашли денег, 300 миллионов рублей, отдали сейчас почти все долги. И сейчас занимаемся развитием, в том числе, подвижного состава. Вот 20 троллейбусов из Москвы мне выписали. Ага. Так хорошо. И была история, связанная с тобой, кстати. Я приехал в Москву. Собянин читал лекцию о том, как развивается Москва, там туда-сюда. И вот мы сидим в зале такие. Все слушают, там спрашивают, ну как это все удалось, как это, ну понятно, что было тяжело, там, принятие каких-то решений и прочее. Ну а я такой встаю, там, говорю, а вот. Говорю, а можно мне троллейбусы? Я говорю, все равно же, там электробусы у вас там, все уже там. А нам, говорю, вот какие-нибудь там десятилетние, а то у нас там парк такой. Весь, говорю, ушатанный, количество снижается. Ну и мне Сергей Семенович говорит, вот если ты, говорит, с Фарламовым договоришься, то он говорит, забирай. Если не договоришься, то нет. Центр города у нас не определен. Потому что из-за того, что это были села-деревни, то есть у нас в каждом районе, ну, центр свой. Но, как бы, вот сейчас мы считаем центром вот Шереметьевский проспект, потом ему параллельно идет проспект Ленина. И все, что между вот этими двумя улицами, это как бы у нас сейчас центр, который включает там набережную реки. Мы сейчас мимо нее пойдем. Сколько проезд стоит? Экономически обоснованный больше сорока. Значит, сейчас здесь, по-моему, 18 рублей. Вот. А в маршрутках 21. А, ну, нужно карточку покупать. Это проездной. Ну, можно наличными расплатиться. А, вот нулевой километр. Тут у нас главпочтам. И вот отсюда все считается. Это Троицкий сквер, который будем делать, который тоже на столе лежал. Видишь, уже техника стоит. Видимо, это горизонтальную планировку делает. А это вот самый ужас. То, что поставили такой вот ларек у нас на площади Пушкина. И, значит, вот этот ларек мы сейчас будем в землю под ним выкупать в интересах города. И, соответственно, нас висеть. А вот это как раз самые фабрики. Вот, видишь. И вот то, что мы как раз хотим сделать общественными какими-то территориями. Обратите внимание, то, что едут по обычной городской улице, а там отбойник стоит, который стоит обычно на скоростных трассах. То есть, ну, это типовая проблема. То, что вместо того, чтобы понимать, что это улица, все считают это дорогой, где можно ехать быстро. Но в городе нельзя ехать быстро. Это просто ведет к рекам смерти. Точнее как, днем у нас самые широкие пробки в мире, а ночью трассы смерти, где просто можно лишиться конечностей или жизни. Тут раньше жили чекисты, и поэтому типа легенда ходит, что его строили изначально как крепость, потому что везде были ограды, пропускной режим, ну, чтобы они могли, видимо, там эффективно как-то отстреливаться. А с ларьками этими планируете что-то? С ларьками? Да нет, планируем. Сейчас они на законных основаниях здесь находятся. И то есть вот, как твой пример с Москвой, в Москве они могут послать бульдозер. И, ну, завтра с утра этих ларьков нет. А мы не можем, потому что у нас сразу кто-нибудь сядет. Это мы на сортировке, у нас все в порядке. Вот, ну, один из окраинных районов нашего города, достаточно проблематичный, но который будет также развиваться вместе с остальным городом. Пойдемте пока, пройдем по дороге. Типичный окраинный район города Иваново, то есть он на сортировку очень похож. Харинка вот примерно с такими же строениями, там, послевоенными, двухэтажными, которые развиваются. Мусор убирают. Видимо, просто эта территория, она сейчас в график не попала. Не хочется возвращаться к этой теме. Да что, грустно, нормально. А что, плохо идти? Ну так. Не, ну вряд ли. Может было тут тротуарную плитку увидеть. Не, вопрос же не в плитке, а тут вот что-то дорога кончается, начинается. Не, ну понятно, что у вас до этого руки еще долго не дойдут. У нас в центре такое. Сначала будем делать в любом случае центр. На окраинах у нас задача какая, чтобы были проезды нормальные, то есть въезд во дворы и прочее. Это въезд во двор. Это в том числе въезд во двор, да. То есть вот сейчас эта программа есть. Мы сейчас идем, почему? Сейчас идем по тротуару. Это тротуар? Был. Был. Или будет. Надо говорить же оптимистично. Тротуар здесь будет. Потому что реально ноги переломаешь. Да? Да. Тут просто у нас столько блогеров живет. И почему они мне не писали про этот тротуар? Вот. А видите как? Потому что робот выбрал нам этот адрес специально. Для любого жителя, для него самого, это же определенный уже стандартный, привычный ландшафт. Вполне возможно, что вот такие огрехи в сознании жителя города, в том числе главы этого города, как маленькие шероховатости на поверхности совершенства. Такие условия вошли в зону комфорта. И это, конечно, мне кажется, самая большая проблема. То, что людям кажется, что лужа – это нормально. Вот такой пустырь из грязи и пыли тоже нормально. Маршрутка – это вообще верх транспортной системы. И вот с этим труднее всего бороться. Не, ну мусор здесь, кстати, его так явно не убирали очень давно. Почему? Ну, потому что это весь мусор, уже трава проросла через него. Это же вот пакеты, это всё. Смотрите, какое количество. У тебя просто трава выросла? Ты считаешь, что это количество мусора, оно критичное здесь? Ну, конечно, а вот это что? Ну, как? Не, это… Это не критично? Это не критично. Критично – это когда завалы мусора. То есть вот ты просто их не видел, ну, может, сейчас мы где-нибудь встретим. Так, тротуар опять исчез. Опять исчез тротуар. Ну ладно, что, у нас компьютер уже определил. Потому что у нас в городе тротуаров. Так, о, мы нашли завалы мусора. Чем дальше, тем хуже. Ну вот мы углубляемся в жилой район, окраинный. Застройки там конца сороковых. Не вывезенные, считай, да, эти. Это вид шахты от бомбоубежища, скорее всего. А почему у вас мусора столько здесь? Ну ладно, знакомые все есть в Белорусе. Бинго. Мы просто сейчас ходим, смотрим, что тут делать будем. Че, как у вас жизнь? Да сними себе вот эту х**ню. Че, как у вас это, я говорю. Проблема-то какая, че говорить про магазин? Шарыпов? Да. Не Шарыпов, Шарыпов. Ну, как тебе удобней? Ну ладно, че, мужики, давайте. Удыхайте дальше. Видишь, мы видим часть асфальта. Даже на сортировке, которая уходит во двор. Ну, кто-то шел, бросил пакет. Че? Че? С пакета все высыпалось. Смотрите, да, вот второе место, мы сколько с вами идем, я специально смотрю, а урна-то нету. Ну, то есть вот представься, мы бы сейчас шли без камеры, с пивасом. Да я знаю, но это прикол. То есть вот она, помойка там, вот если мы сейчас с тобой шли, мы бы туда зашли и аккуратно ее положили в помойку. В центре города мы эту проблему уже решили. В центре, да, в центре есть. То есть вот смотри, если мы там допиваем пиво, вот следующая урна стоит. Ну, как бы... Вопрос снят. Теорию разбитых окон знаете. Да. Что когда все обочины завалены, то... Ну, мусор просто притягивает мусор. Ну, конечно, да, ты просто не чувствуешь от какое-то нарушение. Ну, про те же эти там, субботники, это все равно, ну, ничего у них плохого нет. Если там насильно людей не загоняют. Слушайте, во-первых, насильно загоняют. Во-первых, насильно в городе Иваново не загоняют. Иваново, это островок вообще, свободы, тут все хорошо. Да, ну, нет, я не к этому. Наверное, не все хорошо. На предприятиях же все равно все идут на субботник. Все идут там... Там же не то, что кто хочет идет, или кто хочет не идет. Он взял, видите, сделал себе под окном какой-то садик. Отлично. Чего бы эту землю ему не отдать? Так, блин, если он только попросит, отдадут. Ну как, никто ему землю не отдаст, чтоб она его была. Илья, землю муниципалитет под благоустройство дает бесплатно. Вот всю смежную территорию с дома мы можем отдать вплоть до тротуара вот этого. Другое дело, что тротуары они не сделаются. Нужно поощрять как-то активность. То есть, условно, вот многие действительно уходят там, делают из покрышек лебедей, высаживают что-то. Но там есть проблемы со вкусом, откровенно говоря. То есть, вот эти вот детские игрушки, фигуры из покрышек, это, ну, будем откровенны, полный ужас, как правило. И поэтому город может помогать, то есть, давать время, там, на консультации со специалистом или на подбор материалов какое-то, создание проекта, чтобы жители знали, что они могут сделать примерно и делали, если они хотят. Если у них просто есть такой позыв и ответственность за место, где они живут. Ну, давай подходи, только сзади. Ты чё ты как разговариваешься? Ну, ты нормально обратись? Ну, правильно, правильно. Ну, правильно, правильно. Ну, давай, нормально общаться. Я нормально общаюсь. Которые дети болеют очень сильно, вы чё не можете помочь? Ты конкретнее сформулируй. Деньги выделяются, значит, они просто до кого-то не доходят. Выделяются на болезни или чё? На лечение выделяются, на содержание выделяются, на квартиры выделяются. А вот то, что по пятому каналу показывают, вы помогаете? А что пятый канал показывает, я не знаю, я не смотрел. Вы не смотрите, даже в телевизоре. Не смотрю. А вы хоть раз посмотрели. Давай, знаешь, как договоримся? Ты хочешь со мной поговорить, я просто сейчас очень занят. Я тебе оставлю свой телефон? Да мне не надо. Да нет, оставь телефон. Да ты запиши, мы с тобой поговорим потом. Я могу с тобой потом поговорить, понятно? Давай. Давай сегодня договоримся, вот, ну, например, там в 7 часов Уриата. Уриата? Да. В 7 часов? Да. Ну, давай в 9, в 9 точно. Хорошо, пообщаемся. Давай, в 9 подходи. Зачем вы с ним разговариваете? А как не разговаривать? Ну, он же в неадекватном состоянии. А он же будет проявлять агрессию, ну, что-то кричать в спину, а я не могу. Опыт в подобного рода коммуникациях, то есть на понятиях и так далее, у данного градоначальника есть, с точки зрения даже выпада телом, а ты что так разговариваешь и так далее. И если посмотреть на отходящего назад паренька, который изначально там, значит, да ты. То есть он его прям дал понять о том, что не лезть. И вот в этот момент убрал его инициативу, взял в свои руки и уже начал говорить. Наверное, с такого рода населением, с такого рода претензиями и так далее, это довольно такая тактика, которая работает. То есть показать определенный авторитет и силу. И действительно ты спрашиваешь, а зачем вы с ним разговариваете, оправдываетесь и так далее. Потому что в данном случае для данного жителя он показал о том, что все-таки он имеет право быть градоначальником. Так, мы идем дальше. А, это вот здесь наша прекрасная... А дальше что будет у нас? Дальше она повернет и будет завершаться этим частным сектором. Так, пока мы едем, что с велодвижением? Дороги узкие, изначально для великов не приспособлены. Соответственно, как из этой ситуации выходим. Везде, где какое-то масштабное строительство идет, там по городской среде, везде есть велодорожки. Где есть отдельные места, например, как парк Степаново. Там делаем, ну просто строим отдельную велодорожку параллельно тротуару. Ну там так удачно деревья посадили, да, чтобы между ними было велодорожку сделать. Вы вообще велосипед как рассматриваете? Возможно, какая-то часть населения пересела на велосипед как альтернатива для личного автомобиля общественного транспорта? Возможно, но только в летний период. Потому что зимой, наверное, у нас климат не позволяет ездить на велосипеде. Дороги в Иваново очень широкие. То есть вот даже сейчас то, что смотрели, там едет машина и около нее буфер метра три где-то остается. То есть полосы слишком широкие, можно сузить, сохранить текущее количество рядов и обустроить как раз велодорожку или велополосу. Это такой вот миф, то что у нас узкие улицы и поэтому ничего нельзя делать. Но если есть желание, то можно. По поводу зимнего использования, но вот скандинавы не согласятся. Потому что как-то вот они создали заразовое условие, то что можно безопасно ездить круглый год. И оказывается зимой то тоже можно ездить, только надо снег убирать оказывается. И люди начинают пользоваться велосипедом. Понятно, что в минус 20, минус 30 никто не поедет. Но до минус 15 это намного комфортнее, чем выходить, просто идти пешком до остановки, ждать автобус. Потом ехать в жарком автобусе и потом опять выходить идти. То есть намного быстрее и как ни странно теплее получается доехать на велосипеде. Особенно если мы говорим про небольшие города типа Иваново. В городе есть там главный архитектор? В городе есть главный архитектор. Он, этот главный архитектор, он следит за этим? Есть художественный совет, который согласовывает или не согласовывает. То есть художественный совет согласовал этот хребет Кикита? Нет, не согласовал, но мы его все равно поставили. А как так? Ну потому что я решил, что пускай он будет. Я считаю, что это все нормально. А зачем этот художественный совет, если вы не прислушившись к его решениям? Когда прислушиваемся, когда не прислушиваемся. То есть вот там по тем же лавкам сказали их в парк перенести, я же рассказывал, мы их перенесем. Вопрос. Взятки предлагают? Нет, не предлагают. Как так? Да, вот так, потому что у нас тут стольких чиновников пересажали за последние пять лет. Ну, взятки, во-первых, могут вообще какие-то только тупые люди предлагать, потому что это как-то вообще выглядит. Приходит бизнесмен и говорит, вы мне там помогите здание, а я вам помогу там сквер сделать. Такое бывает. И, соответственно, всегда смотришь в рамках правового поля, какое взаимодействие можно организовать. То есть услуга за услугой это нормально? Нет, не нормально. То есть это должно быть не привязано одно к другому. Но я не считаю то, что, например, тот же какой-то бизнес, в том числе крупный, который у нас на территории города или региона присутствует, не может брать на себя какую-то социальную функцию. Какая сейчас зарплата у мэра Иванова? В районе 100 тысяч рублей, там есть еще всякие премии, плюс... Ну, с премием совсем сколько получается? Ну, чуть больше ста. Чуть больше ста. То, во что сейчас мы хотим фабрики превращать, с небольшими проблемами. Проблема в том, что собственник продает здание, к сожалению. А когда новый собственник заходит, он уже считает возможным не вставлять, например, красный кирпич, взять его, закрыть какие-нибудь Энерджи, дальше это все страшнее будет. А так вот, собственно, как пространство, мы тут надеемся, что они когда-нибудь в порядок приведут. Сейчас, может, на крышу поднимемся, и там будет как раз все видно. То, что мы хотим сделать общественными пространствами в диапазоне где-то, я не знаю, 20 лет. Вот еще буквально год назад это было просто заброшенное здание. У вас стандартные проблемы, да? То есть маршрутки дублируют... Самые жирные маршруты с хорошим пассажиропотоком. У нас не то, что они занимают весь объем перевозок. Поэтому троллейбусы у нас зачастую ездят, ну, возят воздух. А вы не можете им как-то регулировать, как они ездят? Сейчас нет такого закона. То есть изменения 220-го федерального закона полностью защитили перевозчиков, которые выиграли конкурсы. Единственной возможностью становится полностью смена контрактной системы. То есть когда мы уйдем на регулируемый тариф. То есть это наша река Уводь. Причем стригли мы ее две недели назад, вот быстро водорослями заросла. С этой стороны не чистили. Чистили стой, потому что это у нас основная прогулочная часть города. То есть у города не было просто зоны пешеходной, ни одной. И мы ее начали создавать. Давайте остановимся. Что-то у нас с лестницей случилось. Грандирование территории. Ну, болеет лестница. Будем чинить. Это они остановку забрендировали? Сейчас тут таких остановок будет больше по городу. Почему? Потому что если они ставят в рекламных целях, они обязаны за ней следить. То есть это хотя бы уйдет с плеч бюджету города. А что здесь от остановки осталось? Где схема маршрутов вообще? Что это? Схемы маршрутов пока на остановках присутствуют хаотично, потому что этим не занимались. Учитывая то, что мы сейчас транспортную схему меняем, мы на остановках, которые рядом с основными пунктами приезда. Ну, то есть где там люди пересадку осуществляют в основном. Там везде есть. Ну, сейчас на вокзале стояли, там видел эти желтые такие таблички. Но особо не вкладываемся, потому что, во-первых, нет денег. А во-вторых, сейчас будет, скорее всего, полностью смена транспортной схемы и не хочется их распечатать. То, что они сделали ажурным название остановки, ну, не дает ровно никакой информации. И она плохо защищает от осадков, потому что там огромные дыры. Там плохая социальная безопасность, потому что... Почему, собственно, на остановках делают стеклянные стенки? Чтобы люди видели, что там происходит. Чтобы не было удобно, условно, сходить в туалет на остановке, поспать на остановке. То есть нужно, чтобы территория была просматриваемая. А здесь они залепили всю остановку какими-то лайтбоксами. Ну, точнее, рекламный лайтбокс – это ладно, это везде существует, чтобы как раз как-то окупать остановку и чтобы за ней следили. Но остальные стенки зачем закрыли – не совсем понятно. Ну, и то, что там элементарно нет информации, сколько стоит билет, куда ты можешь уехать и прочие вещи. Это все можно распечатать на А4, заламинировать и повесить, даже если вы будете менять транспортную схему. Потому что людям-то сейчас уже нужно уезжать. Им не важно, что вы там что-то меняете. Так, что это у вас тут, смотрите. Революционное настроение. Бродит по Иваново. Да, причем вот тем гражданам, которые у нас являются сторонниками Навального, мы выделяем тоже место для протестов, что и… А вы им согласовываете митинги? На Красной Талке, да, где собирались рабочие, которые против царизма. А сами на их митинги не ходили? Нет, сам не ходил. Вам завтра придут местные активисты ЛГБТ, сообщество Ивановского, и скажут, хотим пройтись по городу. Пройтись по городу – это когда мы перекрываем движение, это неудобство для граждан, это я буду против. А вот если они к огне придут и скажут, что мы где-то хотим тихо постоять, вот когда они придут, тогда будем разговаривать. Вот и все. Но я не говорю то, что мы это разрешим или не разрешим. Ой, а как же Конституция, 31-я статья, которая гарантирует… Про себя никто не возражает. Если люди правильно оформят документы, мы не сможем им отказать просто само по себе. Ну да, опыт некоторых городов и регионов показывает, что… У нас такого опыта нет, Илья. Опасный переход. Почему? Ну, потому что нерегулируемый переход через шестиполосную дорогу. Здесь ни островка безопасности, ни освещения, ничего. Про островок безопасности у нас есть такой тоже, там, товарищ Илья Валерьевич Пигалкин. И мы с ним, я думаю, когда-нибудь этот островок увидим. А ты не заметил лавку? Меня за ней очень ругает. Почему? Потому что таких лавок, ну, причем не за бюджетный счет, а чисто вот… Ну, там, пришли, ну, молодые люди говорят там, а вот можно мы такие вот арт-объекты будем устанавливать? Ну, конечно, можно, красота-то какая. Мы их поставили, меня потом год там во всех соцсетях, все архитекторы, все местные дизайнеры там. В общем, хороший город. Самое главное, у него знаешь что? Еще неупущенное время, когда вот это, его полностью там изуродовали бы там всякой, там, точной застройкой, создав просто непригодные условия. То есть сейчас это все началось, да, но еще есть шанс того, что мы это все свернем и получим нормальный, интересный, действительно город. Предлагаю подвести итоги. Ребят, какое мнение у вас сложилось о Владимире Шарыпове? Перспективы есть у всех городов. Просто нужно выбрать какое-то свое направление, иметь стратегию и двигаться согласно этому плану. Я вот что-то вот как-то не увидел и не услышал какой-то путь. Только то, что вот мы в центре будем что-то делать для велодорожек, у нас места нету. И вот такие вот тонкости сиюминутные. И это, наверное, скорее минус. Владимир Николаевич действительно очень четкий мэр. Знает правила улиц, знает, как общаться на этих улицах. Ну, вообще личность довольно амбициозная, он активный. Единственное, что вот немного там мельтешение, то есть такого вот, главное, чтобы не было распыления. Но вообще, наверное, для такого города, где нужны знания правил региона, правил внутренней бюрократии, ресурсов и всего прочего, где нельзя там в чужой монастырь со своими правилами, и так далее, такой и нужен. То есть он прекрасно понимает, какие у него ресурсы, резервы. Плюс в том, что он вырос в этом городе. Он понятен, я думаю, своему региону, это главное. Ну и проблемы, я думаю, он может решать нестандартно. Вот вы были в Иваново, какой у вас сложился образ? Если не были, как вы вообще город себе представляете? Уверен, большинство из вас сейчас, вот закройте глаза, вы Иваново просто не представите. Можно провести с вами сейчас эксперимент. После просмотра ролика наберите Иваново в поисковике и посмотрите, что дает поисковик. Вы видите совершенно какие-то невыразительные виды, и эти виды могут принадлежать любому крупному городу. То есть вот какой-то открыточного вида, какого-то символа, какого-то вида, который бы с Иваново ассоциировался, просто не существует. Нет понятного центра города, застройка очень рыхлая, стилистически она не выдержана, все как-то в перемешку. Словно кто-то высыпал дома разных стилей, эпох на карту, и они легли в случайном порядке. Из интересных открытий можно отметить, наверное, конструктивизм. Я думал, что столица конструктивизма в России это Екатеринбург, но оказывается в Иваново тоже много интересных проектов. По традиции заканчиваем конкурсом. Приз сегодня это подборка, моя личная подборка из 10 книг по урбанистике, а также вот этот вот плакат с пожеланием от мэра Иванова и моим автографом. Чтобы получить приз, нужно подписаться на мой канал и придумать для Иванова крутой девиз. Пишите свой вариант в комментариях с хэштегом BDSM, победителя выберем ровно через неделю и свяжемся с ним в комментах. На сегодня все, если вам было интересно, ставьте лайки и скидывайте ролик друзьям из Иваново. Также обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск, а он выйдет совсем скоро. А если вы глава города и хотите принять участие в следующем сезоне, прогуляться со мной по своему городу, ответить на вопросы, пишите заявку на почту, она в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok